Приветствую вас, геймеры, это канал Alex and Play, и мы продолжаем играть мод за Неода, за Омск, за Дмитрия Язова, всё как обычно. И в прошлой серии мы разобрались с оппозицией, со старой гвартией, которая против нас бычила в Таре и Исилькуле. Вот мы с ними разобрались и закончили, что фокусы мы все прокачались. Прокачали Язова, пока что это первые его фокусы. Ну и сейчас скоро начнётся гражданская война в Великогерманском рейхе, и наконец-то это случится, и уже начнётся какой-то экшон. Нам надо будет уже первую воевашку проводить, скорее всего это будет с Тюменью, но мы её превосходим, это хорошо, 8 дивизий у нас, поэтому мы её превосходим, это хорошо. Также я не ввёл, по-моему, рабство. Так, барыщина, да? Это не то, то есть, не-не-не, вот это. Где это было? Я не помню, что я тут нажимал. Принудительное рабство, вот, надо принудительное рабство ввести нам. Вот это у меня попросили, потому что сказали, что там вроде всё неправильно, разработчики не то имели в виду здесь, потом они в новой версии там всё исправили. Так что мы можем это сделать. Так, сейчас, где это такое, где эта фигня? Блин, где эта фигня-то? О, ограничение рабства. А, блин. Да, блин, я это не вижу, сейчас буду ещё это полчаса искать здесь. Ладно, сейчас я попробую найти. Всё, наконец, я это сделал, поставил принудительное рабство, как было. Всё, вот это я сделал. Ну, окей, будем ждать, когда случится гражданская война в Германии, и уже будем смотреть, что да как будет дальше. Вот, поехали. Наконец-то началась гражданская война в Германии, наконец-то. В общем, там Геринг, Шпеер, Гейдрих, Борман будут с друг другом воевать. Ну, посмотрим, кто победит, но мне кажется, возможно, либо Борман, либо Геринг. Ну, Борман, скорее всего, победит, потому что он и преемником был, и поэтому он победит. Но всё равно посмотрим. Омск тут начинает воевать с Новосибирском. Но, скорее всего, Новосибирск проиграет, потому что только что он уже взял Томск, но в итоге сейчас потеряет. Хотя тут окружение Кемерово получилось вот этой части. Но всё равно. Не знаю, насколько он там это победит. Но посмотрим, посмотрим. И, наконец-то, конец бомбардировок. Чистое небо над нами. Это хорошо. Отлично. Скоро появятся фокусы. Новая надежда. Язов глядел на небольшую рощицу рядом с его штаб-квартирой. Как долго его мучили чёрные бомбардировщики с крестами Люфтваффе, терзая её почву. Деревья почти лишились ветвей и листьев. Вечно зелёные растения едва остались с какой-либо зеленью. Но они выстояли. Небо было ясно уже три дня подряд. Он почувствовал ком в горле. Минули дни Карпышева, его направляющей руки. Тогда он мог позволить себе выполнять приказ, быть солдатом. Теперь он должен вести. Судьба русской нации лежит на его плечах. Из всех офицеров лиги Карпышев доверял лишь ему. Действительно ли он готов? Вся Россия против него. Мир тоже может обернуться против него. Как только они увидят мощь единой русской нации. И главный враг Германия. Не будет сидеть сложа руки и ждать своей гибели. Конечно это было безнадёжно. Больше всего на свете он хотел вернуться в бункер. Забыть даже о том, что он был рождён на свет. Забыл неизбыточную мечту Карпышева стать просто офицером. Бежать на этого не будет. России нужен вождь. И хотя он может быть несовершенным инструментом, он будет действовать. Он возьмёт пример с героев первого суда. С гордой русской нации. И с решительностью Карпышева. Все страхи перед тем, что ему придётся делать. Все сомнения о том, кто он, были отброшены найденной ясностью цели. Он станет последней лучшей надеждой России на национальное спасение. Он отвёл взгляд от рощи. Нужно было сделать очень многое. Нужно было сделать ещё больше. Для подготовки к грядущему суду. И он это сделает. И сопротивляясь покончить с ними. Класс. Ну и открылись у нас фокусы. Также гражданская война в Англии идёт. Но это понятно. Хотя нет, смотри. Новотибирск котлит. Томск. Реально котлит. Тут народный революционный фронт против сибирской чёрной армии ещё воюет. Ну, тут везде развал, понятное дело. И Московия развалилась, и Остланд. Пока Украина ещё не развалилась. Но Капказ не развалится, по-моему. Да, он не развалится. Но Бургундия тут захватила уже часть Франции. Это тоже понятно. Так, фокусы. Вот у нас открылись фокусы. Чистое небо. Вот такие вот они небольшие. А, ну тут уже, видите, война будет. С кем тут война будет? С Тюменью? Да, тут будет с Тюменью. Получить редактируем шаблон. Часть, гвардия, ага. Тут вообще нам людей дадут? Нет, солдат нам не дадут здесь. Ну, а мы в последнюю очередь будем испытания на стойкость брать. Вот это всё прокачаем. Давайте посмотрим. Чистое небо. Вот фокус возьмём. Теперь, когда немецкие бомбардировки закончились, мы должны продолжить готовиться к войне. А, он пропускается. Понял. Предстоящая задача. Давайте возьмём её. А, ну чистое небо мы, наверное, прочитали сам-то ивент. Так. Дальше вложение в Омск Трансмаш. Будем вкладываться, да? Потом элитные войска. Так. Чёрная рука Язова. Улучшенные программы обучения. Потом рассеянные склады, конечно, возьмём. Чтоб получить снаряжение. Пехотное, дополнительное. А, нет, мы тут противотанковое и буксируемую артиллерию получим. Потом внедрение во вражеский стан мы сделаем. Испытание на стойкость. Объявим Тюмени войну Гагановичу. И барабаны войны. Вот такие фокусы предстоят нам сегодня. Поэтому мы сразу тогда будем подводить войска к Тюмени. Чтобы с ней разобраться потом. Так. Ну и искать добычу в руинах, конечно, мы будем продолжать дальше. Ну ладно, поехали. Первая партия. Сколько Алена помнила себя, она работала на заводах. И эта работа была всем, что она знала. Они весь день собирали винтовки. И с один раз утром и один раз вечером спали в тесных бараках. На следующий день цикл повторялся. Такова была повседневная жизнь. И за исключением погоды в ней ничего особо не менялось. До последних нескольких недель. Объявили, что их фабрика перебрасывает на новый завод. Несколько кадров, включая ее. Алена в последний раз закончила работу. Вернулась в свой барак. Собрала скромные пожитки. И прибыла к воротам ждать транспорта. После долгой ухабистой дороги. Грузовики остановились перед другими, новыми воротами. Над которыми было написано. Омск Трансмаш. За ними ее ожидала оставшаяся часть ее жизни. Сперва новое оборудование, на котором она должна будет работать, в соответствии с ожиданиями инструкторов, смущало ее. Это место не было похоже ни на что из этого, что видел ее кадр. Никто из них не представлял, что будут делать в этом месте, пока инструктор не показал им прототип. Это был танк. По размерам крупнее любой машины, которую видела Алена. И с пушкой, которая была в два раза ее длиннее. Надсмотрщик объяснил, что Лига выбрала их для сборки нового поколения, русской бронетехники. И что с завтрашнего дня их распределят и начнут обучать. На следующей неделе был поток лекций, инструктажей и демонстраций. Алена теперь должна была прикреплять пушку к башне. Это была выматывающая работа, гораздо более трудная, чем раньше. Но она трудилась с энтузиазмом. Каждый день все больше танков выезжало из ворот фабрики, готовых к битвам, ожидающим их. Слова ее надсмотрщика запали ей глубоко в душу. Машины, которые она наделала, должны были пойти на фронт, мстить за родину и наказывать тех, кто предал Россию. Алена не могла испытывать большей гордости. Она думает о них, как о своих детях. Ха-ха, 250 единиц ОБТ мы получим и 250 единиц БМП получим. Ну неплохо, конечно, мы сейчас их использовать не будем, но в будущем они очень нам пригодятся. Очень сильно пригодятся. Лучшие люди лиги Аркадий стоял в помещении, он не дрожал, несмотря на холод. Вокруг него стояли не менее стойкие братья по кадру. Всего здесь собралось 15 кадров, ожидающих посвящения вреды Черной Гвардии, лучших солдат Черной Лиги. Аркадий и его братья прошли через месяцы изнурительных тренировок, чтобы добиться этого. Не все из них выдержали испытания. Некоторые провалились, другие были сломлены неделями физических и душевных мук, пережитых ими. Когда в Черной Гвардии не было места для слабости, и в тех, кто прошел обучение, обучение слабости не осталось. Аркадий думал об этом факте без гордости, поскольку гордости также не было места в Гвардии. Кадр вызвал их капитан, проводивший церемонию. Кадр Аркадия двинулся к сцене. Капитан начал зачитывать их имена одно за другим. Каждый солдат выходил на сцену, отдавая честь капитану и спускался новым полноправным членам Черной Гвардии. Не было празднования этого. Гвардия будет праздновать тогда, когда отомстит за Россию. Но до этого дня им не разрешена ни радость, ни чувство удовлетворения. Голосков Аркадий. Аркадий поднялся на сцену, отривисто отдал честь капитану и покинул сцену. Пока он спускался, в нем мелькнула искра гордости за свой новый статус. Он сокрушил это последнее внутреннее восстание. Теперь он был истинным членом Гвардии. После того, как последний выпускник покинул сцену, капитан обратился к ним с трибуны. Теперь вы все члены Черной Гвардии. Последние, лучшие надежды Родины. На месте. Теперь мы повторим клятву Всероссийской Черной Лиги, чтобы завершить ваше посвящение. Три сотни голосов зазвенели в унисон. Я верю прежде всего в Россию. Блинную, неделимую... О, блинную. Единую, делимую и непобедимую. Блинную. Вот это, конечно, оговорочка. Так, и Центральная Сибирская Республика побеждает. Федерация Алтая и Новосибирской войне. Да, Томск, значит, наш будет противник. Ну, после противника он будет после того, как мы... Ну, главный, сильный босс. Сильный босс. Потому что Тюмень, вот эти все мелкие малыши пока. Может быть, потом либо Свердловск станет крутым. Наверное, Свердловск, возможно, станет здесь вот расширяться. Но мы постараемся это не дать ему расширяться, а захватить его. И вот этих всех захватить. Потом-то нам надо будет вот здесь разбираться. Ой-ё-о-о, Комита, Борис Пономарёв пришёл. Всё-таки свергли Косыгина. Амбиции Бухарина. Это получается... Ага, значит, Бухарина придёт к власти, получается. Ну да, да, Бухарина придёт. Интересно. Это интересно, реально. Значит, мы будем с ней, скорее всего, сражаться. Если они, конечно, не сольются. Так, давайте рассеянные склады брать, фокус. Но тут либо кто? Либо Коми, либо Западно-Русский революционный фронт, либо Вятка, либо Самара, либо Рийское братство. Но Рийское братство вряд ли, вот Самара, это точно, ну, то есть, возможный победитель. Большой шанс у Самары есть у Западно-Русского революционного фронта большой шанс, потом у Коми, потом у Вятки. Хотя, может, наоборот, Вятки, потом Коми. Вот так вот. Тут посмотрим, тут, скорее всего, Бурятия, либо Божьи владения на Дальнем Востоке, либо, возможно, Магадан. Но это вряд ли. Ну, или Чита, но тоже уже не так... то есть, не так предсказуемо. Чёрная рука. Воскресенье, 6 мая. Ну, тут, конечно, не 6 мая, а 28 февраля, как бы, ну ладно. Нам Лев Фёдоров. Открытый критик руководства Чёрной Лиги не вернулся в свой барак после завершения рабочей смены на заводе. Его товарищи по кадру стали спрашивать о его местонахождении. Их надсмотрщик сказал им, что его перевели в другое место и сказал, чтобы они не углублялись в этот вопрос. Вторник, 22 мая. Семья Васильевых отказала планировщикам Лиги в слиянии их частного участка с сельскохозяйственным комплексом. Через неделю, не получая от них никаких вестей, соседи решили проведать их дом. Они нашли его полностью заброшенным. Однако все вещи стояли на своих местах и даже недоеденный обед на столе. Соседи известили власти о пропавших без вести и участок был скоро консолидирован. В пятницу, 1 июня, обитатели с жилищного блока сообщили о том, что незнакомый человек бродил вокруг здания на протяжении нескольких часов. Примерно в пол первого дня, 2 июня, Александр Козлов выпал из окна 8 этажа и разбился насмерть. Соседи Козлова сообщили, что он испытывал симпатии к Лазару Гагановичу и его западной Сибирской народной республике. Уборщики убрали его тело и несчастный случай не расследовали. В понедельник, 11 июня, Катю Морозову, 7 лет, в последний раз видели возвращающуюся домой из своего центра воспитания юношества. Ее отец, Артем, офицер снабжения в Черной Лиге, недавно попал под подозрение провоза товаров с Черного Ринга. Через несколько дней после исчезновения своей дочки он явился с повинной в директорат внутренней безопасности. Прознался в том, что он был контрбандистом. 17 июня, Артем был расстрелянен за свое преступление. Поиски Кати были прекращены 21 июня. Хватка Лиги крепнет. Кстати, в западно-русском революционном фронте пришел Жуков. Поэтому Тукачевского сейчас завалит здесь. Ну да, посмотрим, посмотрим. Части внедрения. Товарищи, у меня есть для вас простое предложение. Александр Сахаровский, министр иностранных дел и специалист по неджентльменской войне и шпионажу, вошел в комнату и обратился к собравшимся офицерам. Беженцы являются постоянной проблемой для нас, для наших соседей. Однако эти беженцы могут быть ценным инструментом для разведки. Если их правильно использовать, можем получить от них не только информацию о состоянии окружающих государств, но и использовать их как прикрытие для внедрения. Перебрасывать наших агентов вместе с беженцами будет более правдоподобно, и менее опасно, чем рисковать, пытаясь осуществить либо переброску через границы, либо индивидуальное внедрение. Если их не пустят в страну, мы не понесем вреда. Если их пропустят, они смешаются с населением. Это предложение, по сути, не потребует дополнительных затрат, всего лишь немного карты, скрытых средств связи, что уже имеется в наличии. Я с нетерпением жду скорого испытания этого метода. Ловко придумано, да, действительно ловко. Ну и берем испытание на стойкость. Объявим войну. А, пограничный конфликт пока. А, это, думаю, уже война. Ну окей, пограничный, так пограничный. Окей. Ну, естественно, мы победили. Мы, естественно, победили. Я даже не успел вам это показать. Мы сразу их вынесли. За секунду практически. Так, их слабости выявлены. Язов черкнул спичкой, зажег свечу на своем столе. Было мило поглядеть на тусклый оранжевый свет перед сном. Однако, перед тем, как забыться, сном нужно было слишком много почитать и слишком много написать. Перед ним на столе лежал печатный отчет о недавних боях на границе с Тюменью. Он лично потребовал, чтобы ему прислали значимые отчеты о боях из этого сектора. На них еще были следы грязи. Доклад о результатах выполнения задачи в секторе бития. Выполнил капитан Алексей Курчатов. Патруль кадра заметил вражеские позиции в 9... Ладно. Сообщив о них по рации кадрам и запросил у них минометный обстрел. На линию огня были выдвинуты дополнительные подкрепления. Были выпущены по 2 мины из каждого легкого миномета. Патруль эффективно осуществил пристрелку, выпустив 20 мин по вражеской позиции. В 9.55, наверное, вражеские позиции были подавлены огнем. Мотоманевренных групп позиции были очищены. Мотоманевренные группы пошли вперед для предотвращения контратак. Кадр радировал по вражескому передвижению на левом фланге в 10.15. Вражеское наступление началось в 10.15, с ударов по обоим флангам и обстрелами с тяжелых минометов. Кадр атаковал по собственной инициативе в 10.25, чтобы отразить наступление врагов на левом фланге. Рекомендую поощрить кадр. Фронт и правый фланг были удержаны. Занятые позиции удерживались с остаток дня. Наши потери 15 убитых, 41 раненых. Приблизительные вражеские потери 40 убитых, 80 раненых. Я зачитал доклады, вроде этого весь день. Крупные бои с решительным настроенным противником. Однако, казалось, он был не ровнее огневой мощи и решимости его солдат. Он позволил себе минуту гордости. Это был прогресс. Теперь они были реальной военной силой, сравнимой даже с предходящих лучших. Из тех, у кого Сибирь могла выставить против них. Возможно, настало время отдыха для его усталых глаз. Он снял свою фуражку и положил ее на стол. Завтра будет другой день, когда он прочтет еще больше докладов. Он оставил маленькое примечание в самом низу страниц, перед тем, как потушить свечу. Поощрить кадр. Фотоармии плюс 5 и просбазу поддержку войны плюс 5. Класс. Отлично. Кстати, всем забывая, надо мне поставить мод, чтобы иконки дивизий, вот модельки дивизий были покрасивее. Не очень выглядит, на самом деле. Я-то раньше играл с иконками для дивизий красивыми. Надо поискать мне этот мод, на эту версию и поставить его. Вот, сегодня, как раз после записи, поищу его, постараюсь установить. Ну, чтобы было как-то красиво, актуальненько, интересненько, визуальненько. Так, фокус барабаны войны взят. И подкрыли следующий фокус. Кстати, что-то Василевский здесь проигрывает в Сибирской Черной Армии, либеритарным социалистам, анархистам, на самом деле, потом. Ясно. Боже, владение на Дальнем Востоке, что объявляет войну? Камчатке, против Камчатки пошел воевать. Магадан воюет с Читой. Но, если посмотреть, то, наверное, Магадан выиграет, скорее всего, в этой катке. Ну, Бурятия пока развивается, пока особо ничего не делает. Ну, наверное, потом пойдет на Якутию для начала. Ладно, фокусы на пути к войне. Там речь будет у нас событий. Отцеление обороны. Надеть черное, либо чистая лига. Ну, наверное, надеть черное, я считаю. Потому что что-то за чистая лига нам надо потом это... А, вот военный план Тугарин. Как раз мы его возьмем сегодня. Так, на пути к войне берем фокус. Потом возьмем заострить... Заострить меч. Подготовить щит. И военный план. Тугарин-змей. Хе, ладно. Поехали. А потом, наверное, все-таки наденем черное. Потому что, ну, чистая лига, это как-то скучно. Все еще нет места прислуживания мертвые идеологи. Какой-то еще пути. А, как же, мы помним. Мрутка, кто заслуживает. Так. А что здесь? А, нет, чистая лига. Не, нам надо будет надевать чистая все-таки. А, это не про форму. Чистую лигу надо брать. Нет, нет, тут надо чистую лигу брать. Потому что... Ну, все-таки надо отыграть правильно. Потому что мы коммунистов все-таки почистим. Мы все-таки должны чистить как-то. Жестче отыгрывать. Поэтому не будем. Поэтому будем хорошо отыгрывать. Будем отыгрывать именно как надо. Сюжетку. Так, братья решила напасть на читу. Ну, все, для читы это точно конец. Ясно. Речь. Шеренги в черных мундирах выстрелились перед язвом, который напряженно шагал мимо них. Он видел нервную энергию в их глазах и боролся с собой, чтобы не встретиться с ней взглядом, заставляя себя вернуться к привычному прошлому, где он был уверен во всем. Прошлому, где все было под контролем твердой руки Карпышева. Он просто произнесет свою речь и забудет о страхе. «Товарищи солдаты», — начал Язов, употребив фразу, которую так любил Карпышев. «Сегодня, доказывая свою силу, мы доказываем, что достойны править Россией. Ваше сегодняшнее деяние докажет фундаментальное правило Вселенной. Сильный правит, а слабый погибает. Ваши дела докажут, что мы, Всероссийская Черная Лига, единственное спасение русского народа и его тысячелетней цивилизации. Поэтому, хотя сегодня вы можете сражаться со своими соседчинниками, сражайтесь так, как будто вы стоите лицом к лицу с самим фюрером. Потому что если мы потерпим неудач сегодня, то завтрашнего дня не будет. И Россия погибнет раз и навсегда, от рук сверхдержав. Это начнется Великий Суд. Так идите же вперед и впишите свои имена в историю. Язов остался доволен своим выступлением, и раздались радостные возгласы. Теперь последний личный штрих. «Наше дело правое!» — прикричал он под новые аплодисменты, вновь озвучивая те слова, которые он слышал по радио, когда все это началось в 1941 году. «Враг будет разбит, победа будет за нами». Речь закончилась в одном мгновении. Казалось, что слова лились из него без всякого понимания. Когда его сердце бешено забило, искупаясь в солдатских криках, когда тревогам на мгновение растаяло, он подумал, не так ли чувствовал себя карпышу перед тем, как шагнуть в неизвестность. «Все эти хаосы, спускайте псов войны, просто базовая поддержка войны плюс 10». Уже того 52% получается. Ну и я уже 11 дивизий сделал, пускай немножко подобучается. И пойдем на Тюмень. Короче, Бурятия захватила Читу, Магадан и ничего не досталось. Но вот уже два претендента на объединение Дальнего Востока — это Бурятия и Магадан. Вот, здесь что происходит? Ну, самар с Татарстаном воюют, Вятка Березняки захватила, Арийское братство воюет с Башкирами. Вот такая ситуация. Коми, пока Пономаров сидит, повторим, 1917 год. А, он пойдет сейчас на Вятку. Понятно, он сейчас пойдет на Вяточку. Посмотрим. Но посмотрим, кто победит. Коми и Левятка тоже очень интересно. Последние приготовления. Над восточным горизонтом только начинал пробиваться свет. Андрей бодрствовал уже несколько часов, наблюдая за границей в поисках какого-либо движения. Позади него остальная часть его команды выполняла утреннюю тренировку, проверяла оружие и готовилась к завтраку. Перед ним простиралась бесконечная равнина, исчезающая во тьме. Примерно в 50 метров вглубь этой равнины проходила невидимая линия, отделявшая Всероссийскую Черную Лигу и предателей и трусов, стремившихся разрушить Россию. Понятие границы России в наше время изменчивое и часто причудливое, но, судя по карте, граница была там, и они не должны были ее пересекать. Всяком случае, пока. Формально никаких планов войны с немецкими большевистскими негодяями не было. Все разговоры об этом были лишь слухами. Технические боевые кадры, как и почти все остальные боевые кадры Лиги, были переброшены границей в рамках учений. Приказ о постоянной боевой готовности не имел ничего общего с эскалацией пограничных столкновений между Лигой и коммунистами на севере. Официально все шло как обычно, но тот простой факт, что кадровые командиры не предпринимали никаких усилий, чтобы прекратить разговоры в рядах, о вторжении был достаточным доказательством для всех. Приближалась война. Глядя в предрассветную тьму, Андрей не мог не волноваться. Он знал, что этого не должно быть. В конце концов он будет сражаться против своих соотечественников. Он готовился к войне с тех пор, как ему исполнилось 14 лет. Наконец-то он сможет послужить своей целью для Лиги, отомстить за Родину. Он не хотел сражаться за Славу. Там, в темноте, примерно в 50 метрах, лежало нечто гораздо большее, чем Слава. Его ждало искупление. Линия будет пересечена. Опыт армии плюс 10. Усиление обороны. С момента распада Советского Союза Омск всегда оставался укрепленным городом. Бункеры и тоннели, впервые построенные Западно-Сибирской Народной Республикой, были лишь фундаментом для мощной сети укреплений и редутов, построенных по приказу Карпышева. Паранойя Черной Лиги приняла реальную форму. Линии укрепленных огневых точек, траншей и минных полей тянутся от границ Лиги до самого его центра Омска. Сам ландшафт Западной Сибири был оружием против любого внешнего вторжения. По мере того, как влияние Карпышева ослабевало, пропирающиеся генералы Старой Гвардии мало уделяли внимания поддержанию этих мощных укреплений. Они заботились только о защите своих личных владений, думая исключительно о себе, а не о нуждах России. И только когда Язов победил предателей, он понял, в каком плачевном состоянии находится оборона. Он объединил Лигу и ее территорию. Теперь, когда он усилил свой контроль, он не потеряет его из-за внешнего захватчика. Пока Лига готовилась к войне, были предприняты все шаги, чтобы обеспечить подготовленность тыла. Первый суд научил русский народ тому, что он должен ожидать пришествия войны на его территорию. И под руководством Черной Лиги он будет готов к этому. Лига призвала всех, кто находится в пределах ее границ, восстановить укрепление в Омске и вокруг него. Траншеи углубляются и укрепляются. Старые бункеры очищаются и переоборудуются. Зенитные расчеты перемещают свои орудия к границе, чтобы противостоять противнику с воздуха. По мере приближения и освобождения России, предвкушения в Омске становятся ощутимыми. Эти последние недели подготовки решат судьбу России. Язов и остальная часть Черной Лиги не уступят врагу ни пяде русской земли без боя. Черная Лига не должна пасть, пока не свершится правосудие. Просто база стабильности плюс 7,5%. Неплохо. Стабильность у нас уже 50%. Неплохо, неплохо. Ну и все. Скоро будет война. Через 20 дней. Ну вот и 8 августа 1964 года мы объявляем войну Тюмени. И понеслась война. Ну тут мы дальше пока ничего качать не можем. Ну и смотрим, как будет идти война. Тут сразу давайте вынужденную атаку дадим. Но мы тут прорываем сразу их. Тут будет очень легкая война эта. Очень легкая. Затаус предоставил нам советников. Ну ладно, вот это прочитайте уже сами. Спасибо за помощь. Это, конечно, получаем опыт армии плюс 10 на 180 дней. Организация дивизий плюс 15. Это мощно. Это мощно. Реально. Так, тут давай вот так вот пойдем. Пытаемся тут окружить тюменский танк. Если это возможно. Он вообще отступил чуть ли не в Томск. В Томск это правительство, но да ладно. Так, не-не-не, ты слушай, чувак. Иди вот так вот тюмень. Попробуем окружить 3 дивизии эти. Если выйдет, конечно, у нас. Но пока что-то я не вижу. Что-то выходило так просто. Так, тут я думаю... Ну нет, тут мы не получится. Нам так котел сделать, наверное. Хотя, если попытаться... Если попытаться, конечно, может и выйдет. Нам надо вот сюда пробиться. Тюмени. Взять тюмень. И это будет котел. Ну тут курган давай возьмем. Чадринск тоже попытаемся взять. Ой-ой-ой, нас тут закотлили. Вот зараза. Ну ладно, на Челябинск идем. Надо прорываться скорее. Все, отлично. Тюмень. Скоро будет наша потеря. 10 тысяч у нас. У них 16 тысяч. При условии того, что они еще в капитуляции готовы. Ленин в плену. Ну ладно, про это читать не будем. Это частый ивент мы читали, на самом деле. Так что... Доступно новое решение. На самом деле, я не знаю, что я бы сделал с трупом Ленина. Покоронить по-тихому. А, ну мы тоже можем их, в принципе, оставить ее в покое, типа. Но можем и похоронить. Давайте похороним по-тихому. Так, тут новые... Новое промышленное оборудование вкачаем. Так, мы тут еще заводики подзахватывали. Ну что там, на сколько он готов к капитуляции? 26 тысяч потеряли. Ну сейчас Челябинск, наверное, взять. Уральский автозавод захвачен. Вперед, земляки. Так, ну как ситуация? Ну да, стопроцентный кап. Мы 11 тысяч потеряли. Они 41 тысяч потеряли. Отлично. Первая победа. Наша уже получилась. Так, ну тут, я думаю, вот так вот. У нас Вербловск это все поставим. Но я думаю, здесь-то нам, на самом деле, все будет просто. Омск-Томск на нас не нападет. Так что пока переживать нечего. Давайте возьмем чистую лигу. Потому что в рядах истинных сынов так. А они умрут, как только... Как того заслуживают. Да, конечно, красным проезжателем не может быть прощения. Поэтому чистую лигу возьмем. Конечно, чистая. Какая же еще должна она быть? Военный план богатырь. Свердловску потом можем объявить войну. Так, здесь мы получим гражданскую... Две гражданские фабрики. В общем, почитайте. Вот это описание. Ну, наверное, на Томск мы сейчас нападать не будем. Сколько дивизий у Свердловска, точнее? Шесть. В принципе, мы можем и на Свердловск пойти. Так-то, на самом-то деле. Так, Тюмень. Давайте интеграцию Тюмени проведем пока что. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, ну тут что посмотрим по поводу наших конкурентов. Западно-русский революционный фронт захватил... А, ну, хотя нет. Западно-русский революционный фронт пока никого не захватил. Коми все-таки вятку смог победить. Борис Пономарев, да? Сейчас он пойдет на Вологду, я так понимаю. Вообще, на самом деле, в Коми и Западно-русский революционный фронт так-то могут попытаться и объединиться. Посмотрим, получится или нет. Но потом-то Самара тут захватила всех. И Арийского братства тут захватила некоторые... Ну, Башкиров, а тут Татарстанцев захватили. Посмотрим, кто. Самара. Ну, мне кажется, либо Самара, либо Коми, либо Западно-русский революционный фронт. Здесь что-то Томск начинает проигрывать Сибирской Черной Армии. Тут Бурятия воюет сразу против Божьего владения на Дальнем Востоке и Магадана. А Божьего владения на Дальнем Востоке воюют против всех вообще. Против Якутии, Магадана и Бурятии. Ну, посмотрим. Тут, конечно, такой батл-рояльчик получается. Посмотрим, кто здесь зарешает в итоге. Хотя, знаешь, можем пойти, в принципе, на Свердловск. Так-то, на самом деле, блин, потом надо будет обновлять 35 минут. Еще есть время, во-первых. Да и в принципе пишут, что мы готовы повоевать со Свердловском. Так что, я просто сейчас сохранюсь на всякий случай. Если мы поймем, что мы не тащим, то тогда мы вот эти дивизии развернем. Подождем, когда развернутся. Ну, а так, я думаю, попробуем. Военный план Богатырь возьмем. Вот, можете описание почитать. Поэтому надо и Свердловск уничтожить. Получается, мы сегодня и Свердловск уничтожим, и Тюмень присоединим. Присоединили Тюмень, и Свердловск. Классно. Санитарная работа. Отчет директората внутренней безопасности. Статус сын предателя. Примечание всем сотрудникам класса 5С. И ниже запрещается доступ к проведенной ниже информации. Непослушание смерти. Итог. Ликвидация диссидентских политических элементов. Бывшие наименования Лазарь Каганович, Никита Крущев, Вячеслав Молотов, Михаил Каганович. Волна первая завершена с минимальными потерями времени и рабочей силы. Анотация. Политический элемент Каганович явился на трибуну в 7.15. На 5 минут раньше срока. Официальное судебное разбирательство полностью задокументировано в продолжении к отчету 1. Доступ только для сотрудников класса 7А и выше. Элементу было разрешено выступить с краткой речью в свою защиту. Введение в политическом вмешательстве, одобренное без возражений. Запись речи выглядит следующим образом. «Будь проклят! Будьте прокляты! Я знаю, что ты где ты там! Язов! Как, почему? Я видел, что ты делаешь! Что ты сделал с городом, который построили мои люди! Я видел фургоны! Видел, как мои люди маршируют в тюрьмы и уже не возвращаются! Какое чудовище могло так поступить, чтобы натравить шакалов на свой народ!» Элемент был взят под стражу после того, как был лишен возможности говорить. Исполняющий обязанности судьи удалено, одобрил в неочередной перерыв после выступления. Приснал возможное психическое напряжение Элемента Кагановича причиной его лицемерных заявлений. Согласился впоследствии помиловать политические элементы. Всем подсудимым первой волны запретили выступать во избежание дальнейших затруднений. А осуждения и вынесения приговора были произведены с опережением графика. Среднее время до ликвитации 5 минут 35 секунд. Политическая власть имеется на плюс 50. Ну, я так понимаю, мы взяли хорошую вещь, чистая лига все-таки. И практически авторитарный социализм у нас исчез. Один процент всего лишь коммунистов у нас. Это хорошо. Хах, в итоге не коми захватил Вологду, а западно-русский революционный фронт. Так что вот так. А Самара начала воевать против арийского братства. Посмотрим, кто в итоге зарешает. Томск пока просирает сибирской черной армии. Ну, походу, божию владению на Дальнем Востоке придет конец. Потому что он все-таки пошел сразу против троих воевать. Это было убийство, смертное. Просто самоубийство. Это глупость была. Так, ну что, поехали наступать. Ну, тут опять легко будет. Так что. Тут даже думать не надо. Сразу мы сейчас зайдем в Свердловск. Его захватим. Все. Вот так вот. Вот так вот взяли Свердловск. Даже тут не все войска-то вышли еще на другие территории. Все. Это самая изичная война, которая может быть. Ну, так же изучить их методы. Мы изучим методы Свердловска, да? Рокоссовского. Потом взять руководство в конструкторскими... В конструкторскими бюро взять руководство, да? Что мы тут получим? А, ну, тут плюс 10 к исследованиям темпа. Ну, и Старая Республика разбита. Но все остальное мы уже прокачаем в следующей серии. Да, изучить их методы тоже. Взять руководство над конструкторскими бюро тоже возьмем в следующей серии. Ну, и так далее дальше. Ну, и будем тут разбираться со всеми остатками в Западной Сибири. С Югрой, с Воркутой, с Свободными Авиаторами, с Златоустом будем разбираться тоже. И так далее. О, Томск прям в котле тут попал. Ну, и Сибирская Черная Армия тоже в котле. Верхний Удинск хоть и взяли у бурятов, да? Но это не поможет божьим владениям на Дальнем Востоке. Ну, у Бурятий тоже, на самом деле, сложности против Магадана. Но не такие уж сильные. Так, тут мы, конечно, заводики поставим вот так. Ну, и интеграцию Свердловска тоже мы проведем. Ну, что ж, могу сказать. На этом будем заканчивать. Посмотрим еще, кто в Германии побеждает. Ну, Шпеер пока держится. Гейдрих, конечно, держится в Люксембурге. Но сольется, я думаю, сольется. Сейчас Германия Геринга захватил Гейдриха в Восточной Пруссии, да? И сейчас сражается против Бормана. Посмотрим, кто победит. Скорее всего, Борман либо Геринг. Потом на третьем месте Шпеер. Наверное, на четвертом Гейдрих. Но он вряд ли выиграет. Он никогда не выигрывает. То есть, бот, когда играет за него, никогда не выигрывает за него. Ну, вот так вот. Довольно неплохая такая серия получилась. Мы уже расширились довольно неплохо. Все хорошо у нас получается. Ну, а на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать оповещения о моих видео. Также, чтобы точно знать, что вышло видео, подписывайтесь на мой Дискорд-тервер. Подписывайтесь на группу в Телеграм. Вконтакте, в принципе, можете пока не подписываться. Но тоже приходите. В будущем, может быть, там что-то будет. А может, не будет. Не знаю. Но обязательно комментируйте. Это помогает в продвижении видео. И ставьте лайк. Потому что вам это не сложно. А мне будет очень приятно. Это очень хорошо бустит канал. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Всем удачи.